Многие помнят, как в советское время школьники ходили по соседям, собирали макулатуру. Эта традиция жива до сих пор. В Химках проходит масштабная экологическая акция Boom Battle. И совсем скоро эти старые тетради превратятся в новые полезные вещи. Коробки, листовки, старые учебные пособия. О том, как сохранить экологию, знают ученики 30-й школы. Второй год подряд здесь дают в переработку бумажный и картонный мусор. В прошлом году удалось собрать 500 килограмм, а в этом поставили абсолютный рекорд – тонна 200. Макулатуру могли принести не только дети, учащиеся нашего образовательного учреждения, но также жители данного микрорайона Клязьмы-Сторбеева. Это макулатура, которая будет перерабатываться и пойдет на новые учебники того же образовательного учреждения. Boom Battle – это не просто сбор макулатуры, а всероссийское соревнование. По итогам акции каждый участник получит сертификат и онлайн-подарок, а победителей ждут ценные призы. В этом году 30-я школа претендует на высокое место в общекомандном зачете. Мы в школе устроили внутренний конкурс между классами. Кто больше всего принесет макулатуру, тот получит определенные призы. У нас определены победители – это учащиеся и начальной школы, и средней школы. Мы устроим, конечно, торжественную церемонию награждения, а ребята от национального проекта получат сертификат. Акция Boom Battle в поддержку национального проекта «Экология» проходит в России пятый год подряд. Традиционно активное участие в ней принимают и волонтеры движения первых. Движение первых очень любит помогать и направлено на экологические проблемы. То есть таким методом мы стараемся помочь нашей планете и сэкономить леса. Условно я сейчас дам тетрадку за 11 класс. Она уйдет на переработку, я про нее уже забуду 100%. А потом она новая, чистая, красивая, дастся какому-нибудь первокласснику. Принять участие в акции Boom Battle и сдать макулатуру может каждый. Для этого необходимо до 15 ноября зарегистрироваться на сайте акции. Там же вы узнаете информацию о ближайших пунктах приема. Юлиана Мазырина, Вильфрид Зимковский, Новости Химки ТВ.